МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! С вами Полина Бахова и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы увидите экономические показатели и ЦУР. Глава округа подвел итоги экономической деятельности за 2022 год и рассказал об эффективных способах взаимодействия органов местной власти с жителями. Газовая безопасность. Сотрудники газовой службы провели техническое обслуживание газового оборудования у жителя Трубачиевки. Кто виноват и что делать? В Трехгорке дерево упало на автомобиль жительницы. Пляжи и зоны отдыха в округе. На что нужно обращать внимание при выборе места для купания и как не испортить долгожданный отдых – в нашем репортаже. Поздравили молодогвардейцев. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вручил активистам Одинцовского отделения молодой гвардии благодарственные письма. Сегодня пятница, 30 июня. В этот день, в 1894 году, был открыт самый знаменитый лондонский мост – Тауэрбридж. Во второй половине XIX века из возросшего автомобильного и пешеходного движения встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее лондонского моста. Для решения проблемы был создан комитет, который организовал конкурс на лучший проект будущего строения. Победителем стал инженер Хоррес Джонс. Строительные работы продолжались в течение 8 лет. Тауэрский мост был торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Что еще интересного произошло в этот день в истории, узнаем из нашей рубрики. 30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом по мощности, соответствующей энергии самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди, а возникший лесной пожар довершил опустошение района. Ученые начали исследовать место взрыва с 1927 года, однако до сих пор природа Тунгусского феномена остается до конца невыясненной. В этот день в 1971 году при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». В течение 23 дней на орбитальной станции «Салют» космонавтам удалось провести уникальные эксперименты, однако, когда они уже спускались на Землю, нарушилась герметичность. Неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, и космонавты не смогли закрыть клапан, так как потеряли сознание. В память о героях космоса названы кратеры на Луне, малые планеты Солнечной системы, установлены бюсты и памятные доски в местах, связанных с жизнью и деятельностью космонавтов. 30 июня, начиная с 2010 года, отмечается Всемирный день социальных сетей. Праздник был создан для того, чтобы обратить внимание общества на роль, которую соцсети играют в нашей жизни. Кстати, ученые доказали, что люди используют социальные сети в среднем 144 минуты ежедневно. Кроме того, сегодня отмечается Международный день парламентаризма, День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, День радиотехнических войск противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России, Международный день астероида, День экономиста и День разбрасывания монет. 30 июня 1817 года родился английский ботаник и путешественник Джозеф Гукер. Именно он является одним из основателей исторической биогеографии растений. А в 1860 году российский физик, метеоролог и академик Владимир Михельсон. Он сделал несколько важных открытий в области исследования абсолютно черного тела, сформулировал основные положения теории взрывного горения. Также в этот день в 1934 году родилась одна из самых ярких комедийных актрис современности, заслуженная артистка РСФСР Инна Ульянова. Свой день рождения сегодня отмечает один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майк Тайсон и британская певица и автор песен Шерил. Вместе обсуждать проблемы, вместе их преодолевать. Принцип работы, которым руководствуется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и который применяется на территории Одинцовского округа. 2022 год стал для муниципалитета экономически успешным. В бюджет поступило более 36 миллиардов рублей, что почти на треть превысило доходы 2021 года. В ходе ежегодного отчета глава муниципалитета Андрей Иванов подвел итоги экономической деятельности за 2022 год и рассказал об эффективных способах взаимодействия органов местной власти с жителями. Рассказывает Елена Краева. Предпринимательский климат в Одинцовском округе способствует развитию малого и среднего бизнеса. Несмотря на санкционное давление, предприятия не только расширили свои производства, но и провели модернизацию, что позволило сохранить рабочие места. Шесть компаний стали участниками программы импортозамещения. Результат – конкурентноспособная качественная продукция. Реализуются и новые инвестиционные проекты. Прямо сейчас в работе таких 26. Это примерно 35 миллиардов рублей, привлеченных инвестиций и потенциально еще 13 тысяч рабочих мест. Это и новые склады, и предприятия, и гостиницы, и дома отдыха, и новые цеха, о которых я сказал, которые проходят модернизацию. Экономические показатели округа улучшились. Если в 2022 году муниципалитет занял второе место в Подмосковье, то в первом квартале 2023-го стал первым. Это стало возможным благодаря налаженной связи с бизнес-сообществом. У Денцовского городского округа есть большие достижения. Это рост и экономики, рост и бюджета, и самое главное, только есть качественный показатель рост промышленного производства. Есть оценка, как развивался Денцовский округ за последние 10 лет, с последнего места, и сегодня, как мы любим говорить, там счет на табло, Денцовский городский округ лучший в Московской области. И это впечатляет. Количество недовольных граждан после обращения на портал Добродел и в социальные сети уменьшилось в полтора раза, что стало следствием эффективного взаимодействия власти с населением с помощью Центра управления регионом. Всего в прошлом году в ЦУР поступило 100 тысяч заявлений от жителей. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Сотрудники газовой службы регулярно осуществляют проверку и техническое обслуживание газового оборудования своих абонентов. В этот раз посетили жителя деревни Трубачиевка. Осмотр не прошел гладко, была обнаружена утечка. Подробнее о разрешении ситуации в нашем сюжете. В частный дом в деревне Трубачиевка сотрудник газовой службы пришел с плановым визитом. Чтобы все работало исправно, а также во избежание несчастных случаев, раз в год они обязаны проводить техническое обслуживание газового оборудования. Конечно, с газом всегда жить легче. Ты не думаешь, что тебе нужно топить печку, греть воду. Поэтому газ – это, конечно, все. По словам хозяина, газ в доме проведен давно. Здесь выросло не одно поколение семьи Палатовых. Сохранить родовое гнездо для них очень важно, а без газа здесь точно никуда. Сотрудник тщательно проверил все системы. Для того, чтобы обслужить расширительный бачок, в него должен накачаться воздух. На 0,3 атмосферы меньше, чем рабочее давление. То есть в свободном режиме. То есть на него ничто не должно воздействовать. То есть система отопления на него давить никак не должна. Прочистили теплообменник от налета, проверили тягу дымовых и вентиляционных каналов, трубы на протечке. Прибор сразу уловил запах газа. Был звуковой сигнал. То есть индикация полная. Утечка есть? Да, то, что имеется утечка. Была обнаружена утечка, приостановили подачу газа в доме, перекрутили и перепроверили ее еще раз. Предварительно хорошенько помещение проветрив. С каждым абонентом проводится инструктаж по правильному использованию оборудования и технике безопасности. Их полезно и нужно знать каждому. Если вдруг у вас дома запах газа, в обязательном порядке нужно не трогать никакие электроприборы, не включать, не выключать свет, не включать, не выключать утюги или еще какие-то приборы. Быстро перекрываются все краны, открываются все окна и двери на распашку для того, чтобы хорошо проветрить помещение и вызывается аварийно-диспетчерская служба по номеру 104 либо 112. Во избежание таких критических ситуаций с каждым пользователем в обязательном порядке заключается договор на техническое обслуживание газового оборудования. Регулярные проверки, как и в данном случае, позволяют оперативно на месте устранить все неисправности. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Дети-сироты в Подмосковье для бесплатного проезда на транспорте смогут пользоваться соцкартами. Сейчас для получения такой льготы необходимо собирать билеты, предоставлять их в органы опеки и затем получать компенсацию по фактической стоимости проезда. С картой это будет намного удобнее. При этом у пользователей также появится возможность получать дополнительные бонусы и льготы при покупке продуктов и лекарств. Подать заявление на оформление социальной карты можно на региональном портале госуслуг или в офисе МФЦ. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на платных стоянках в Подмосковье, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вне зависимости от наличия там зарядной станции. На сегодняшний день таких объектов в Московской области нет, отметили в Мособлдуме. Однако парламентарии считают, что это станет дополнительным стимулом для людей в приобретении автомобилей на электротяге. В регионе также развивают инфраструктуру для владельцев электромобилей, увеличивается количество зарядных устройств во дворах жилых домов, а по платным федеральным трассам проезд стал бесплатным. Для контроля школьных обедов с нового учебного года нейросеть будет использовать данные мобильного приложения проверки Подмосковья. С мая этого года искусственный интеллект уже проводит проверки завтраков в областных школах. В конце учебного года было проведено более 16 тысяч таких проверок. Сотрудник образовательного учреждения ежедневно фотографирует поднос с едой и подгружает снимок в приложение. Искусственный интеллект проверяет качество снимка, распознает блюда, сравнивает найденные продукты с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Выявленные нейросетью дни соответствия должны быть оперативно проверены сотрудниками Минобразования Подмосковья. Если нарушения подтвердятся, то школе нужно будет устранить их. Пятый кубок Александра Овечкина по хоккею в Подмосковье начнется с проведения киберспортивного турнира, призовой фонд которого составит 1 миллион рублей. Киберспортсменам предстоит сразиться друг с другом в хоккейном симуляторе. Первые игры стартуют 5 июля. Их проведут в 5 онлайн-этапов. По 4 победителя от каждой квалификации пройдут в следующую отборную стадию, которая состоится 5 и 6 августа. Тогда определят финальную пару и пару претендентов на третье место. Большой финал пройдет в заключительный день проведения кубка Александра Овечкина 12 августа. У финалистов будет уникальный шанс сыграть в киберхоккей с легендарным хоккеистом. Чрезвычайное происшествие. Накануне в Трехгорке в 7.22 утра на местную жительницу во время выезда с парковки упало сухостойное дерево. От беды женщину спасло лишь соседнее припаркованное авто, на которое пришелся основной удар. Здоровью жительницы ничто не угрожает. Своими эмоциями она поделилась СОТОВ. 7.22 утра сегодня в продвижении новой Трехгорки адрес Чистяково 80 гора Одинцова на меня упало дерево. Сухостой, огромная сосна или я не знаю, ну дерево. Дерево упало фактически на соседнюю машину, которая была припаркована и эта машина спасла мне жизнь, потому что дерево на мне сломалось на моей машине и прямо на лобовом стекле. Такой звонок поступил сегодня в редакцию телеканала ОТВ. Наипроезжавший автомобиль упало дерево и повредило сразу два транспортных средства. В одном из них находилась женщина. У меня вмятина на капоте, у меня трещина на лобовом и у меня, собственно, вот здесь большая вмятина. Спасибо вот этой машине и хозяевам этой машины, потому что если бы не она, меня бы просто прибило. Дерево висит вот просто элементарно на вот этом зеркале. Машина очень сильно повреждена вот этой. Также сухостой оборвал провода электроснабжения. Наша редакция следит за развитием событий. Если у вас есть интересные новости, звоните или пишите в нашу редакцию. Мы обязательно отреагируем. Рыков Илья, телеканал ОТВ. Московские вузы приступили к разработке направления беспилотный транспорт. Кроме вузов к проекту присоединились московские предприятия и авиастроительные корпорации. Ранее в столичном Ясенево было запущено роботакси, который управляется посредством искусственного интеллекта. Как отметил руководитель сервиса, машина может ездить и в дождь, и в снег. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Столичные власти расширили меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов. Размеры налога на прибыль уменьшат, а также обнулят ставку налога на имущество. Благодаря изменениям по мнению властей, инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом. В Москве открылись 15 новых центров московского долголетия в разных районах столицы. Вместе с ними в парке 850-летия Москвы начал работать павильон центра московского долголетия для занятий на свежем воздухе. Ведь почти половина предлагаемых для людей старшего поколения активностей имеет ЗОЖ-направленность. Литературно-экологический фестиваль летние дни пройдет в саду имени Баумана. В рамках фестиваля организуют несколько тематических пространств. В ходе творческих занятий посетителям предложат создать открытки из сухоцветов и собрать гербарии. В лектории на примере уникальных материалов из собрания музея Константина Паустовского слушателям расскажут о жизни и творчестве писателя. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите пляжи и зоны отдыха в округе. На что нужно обращать внимание при выборе мест для купания и как не испортить долгожданный отдых в нашем репортаже. Поздравили молодогвардейцев. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вручил активистам Одинцовского отделения молодой гвардии благодарственные письма. Новости Афиша. Чем заняться выходные дни в округе узнаем из нашей постоянной рубрики. Пляжный отдых набирает популярность среди жителей Подмосковья. По распоряжению губернатора Андрея Воробьева в начале лета зоны отдыха были проверены на безопасность и соответствие требования. На что нужно обращать внимание при выборе мест для купания в регионе, как обезопасить себя и своих близких и не испортить долгожданный отдых в нашем репортаже. В Подмосковье наступил купальный сезон. Для правительства области состояние пляжей и мест отдыха объект постоянного контроля. Об этом регулярно напоминает губернатор Андрей Воробьев. «Мы прекрасно понимаем, что большое количество наших жителей, жителей мегаполиса, прилегающих территорий, проводят время, лето, проводят отпуск в Подмосковье, потому что у нас природа и соответствующая инфраструктура, есть куда поехать. Наша задача сделать так, чтобы отдых и детей в летних лагерях или с родителями и взрослых был здесь комфортным». Важную и актуальную тему тщательно прорабатывают в муниципалитетах. Вопрос безопасности на водных объектах обсуждают и на еженедельных совещаниях главы Одинцовского округа. «Очень важно, чтобы люди четко знали, где можно купаться, а где нет, и какие правила поведения на воде и на открытых водоемах». Этим летом в Подмосковье для гостей подготовили 203 зоны отдыха у воды, на 88 из которых разрешено купание. В Одинцовском округе два пляжа и 10 мест, соответствующих предъявляемым требованиям. «До того, как собственник территории, где оборудуется пляж, заявится на открытие, то есть на декларирование данного пляжа, то есть предварительно водная зона под покрытием воды должна быть обследована водолазами, взята анализы воды, проверена скорость, допустимая скорость течения и так далее». Помимо этого, зоны для купания должны быть оборудованы постом со спасателями и всем необходимым для оказания первой помощи, душевыми кабинами и местами для переодевания, туалетными модулями и автомобильными парковками. О правилах поведения на воде посетителям напоминают информационные стенды. Преимущества подмосковных пляжей уже ощутили местные жители. «Чистый песок, чистая вода, практически нет водорослей, ну, может быть, если чуть-чуть подальше, всегда отзывчивый персонал, если что-то нужно, какая-то помощь, всегда подскажут, сделают. И вкусная еда». Но больше всего в жару водоемы привлекают детей, поэтому организации купания уделяют особое внимание и родители. «Здесь есть специальное место для детей, огороженное. Там буквально ребенку даже до 4-5 лет там по пояс чуть выше. И всегда рядом находится служба спасателей». «На пляж приезжаем уже не первый год. Первый раз были лет 10 назад здесь. Все очень нравится. Чисто, комфортно, аккуратно, относительно, недорого. А ребенок здесь первый раз. Расхажи, что тебе понравилось? «Мне понравилась тут вода, она хорошо…» «Теплая». «Теплая, она подходит для лета». Чтобы отдых у воды приносил гостям желаемый ровный загар и положительные эмоции, за соблюдением правил на местах следят мобильные группы, в состав которых входят сотрудники администрации, полицейские, спасатели и волонтеры. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В честь Дня молодежи депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков наградил активистов Одинцовского отделения молодой гвардии благодарственными письмами. Поздравить ребят пришли Одинцовские депутаты и руководитель аппарата молодой гвардии Московской области. За молодежью будущее, а в такое непростое время на подрастающем поколении лежит двойная ответственность. На этих ребят из Одинцовского отделения молодой гвардии можно положиться, уверено старшее поколение. В организацию вступают только те, кто действительно предан своей родине. Это огромнейшая идея молодого человека, который созерцает мир душой, который создаёт, творит, не остаётся в стороне, а сам включается в дело. И я вижу, что вы соответствуете этой идее, вы её тоже продвигаете, я вижу, как вы работаете. Организация объединила уже 89 российских регионов. В День молодёжи активисты получают благодарственные письма, грамоты и добрые пожелания, в том числе от активистов «Единой России». Мы люди, которые делают правильные вещи, нужные вещи, долгосрочные. И вот ваш праздник, День молодёжи, я хочу вам пожелать, чтобы вы ставили перед собой большие задачи, добивались их, решали, ну и оставались здоровыми, крепкими, умными, сильными. Опоры и надежды нашего общества в будущем. Ребят поздравила и Татьяна Одинцова, председателя Кружного совета депутатов. Пожелала ребятам стойкости духа, а также всегда добиваться своих целей и не сворачивать с намеченного пути. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. К новостям России. Жители Камчатки приняли участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. По его итогам, 8 из 10 жителей полуострова считают себя счастливыми людьми. Из них абсолютно счастливы представители медицинской сферы, менеджеры по закупкам и учителя. А вот полностью уверены в своем несчастье секретари и юристы. О других новостях России расскажем прямо сейчас. С 1 сентября 2024 года в российских школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Формированием новой федеральной учебной программы займется рабочая группа с участием представителей Минобороны Российской Федерации и МЧС. Кроме того, в учебники истории включат подвиги героев спецоперации. В рамках предмета учащиеся пройдут курс начальной военной подготовки. В России упростят порядок назначения надбавок к пенсии за северный и сельский стаж. Информировать граждан о пересчете власти планируют через портал Госуслуг. С 2026 года беззаявительный порядок будет действовать при назначении надбавок к пенсии, которые получат граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, связанное с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции. Арктический плавучий университет начал мониторинг мусора в Баренцевом море. Он идет к острову Колгуев. Наблюдения ведутся с мостика, записываются все крупные предметы, замеченные на поверхности воды. По словам участников экспедиции, чаще всего попадаются бутылки, пластиковые пакеты, ящики для рыбы. Музыкально-развлекательный вечер для тех, чье сердце требует действий и развлечений, чья душа находится в вечном поиске, жаждет новых открытий и приключений. Ко дню молодежи в фойе КДЦ имени Кобзона состоится интерактивно-развлекательная программа. Молодежный вечер начнется в 7 часов вечера, гостей ждут песни от солистов центра, конкурсы и дискотека. О других ярких событиях в округе прямо сейчас. В Театре сказок Парка Захарова в 12 дня состоится познавательная программа «Народный календарь». Там гости узнают о традициях и обычаях месяца июля на Руси. В Захаровском Доме культуры тоже в 12 часов пройдет интерактивно-развлекательная игра «Новый год наоборот». В праздник войдут викторины, спортивные состязания на логику и смекалку. А в Назарьеве в это же время состоится мероприятие «Ко дню памяти ветеранов боевых действий». В культурно-досуговом центре гости смогут посмотреть патриотические фильмы и ознакомиться с иллюстративно-книжной выставкой. На мероприятии «Волшебная страна» фольклора, которая пройдет в Одинцовском Доме культуры «Солнечный» в 13.00 гости смогут познакомиться с разнообразием фольклорных инструментов, поиграть на ложках, трещотках и балалайках. А в первой Звенигородской библиотеке будет представлена выставка «Наш Чехов». С гостями вспомнят и обсудят произведения русского классика. Особое внимание уделят обзору рассказов «Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч» и «О любви». В этом году произведениям исполнилось 125 лет. Всех желающих ждут в 3 часа дня. В рамках празднования Дня молодежи в Доме культуры Дубки состоится рок-фестиваль «Атмосфера». Этот уникальный фестиваль объединит все рок-коллективы округа. Начало музыкальной программы в 16.00. В воскресенье жителям предлагается прогуляться с пользой и поучаствовать в познавательной и игровой экскурсии по парку Захарова. В 13.00 взрослые и дети узнают много интересного о привычных нам деревьях березе, еле, яблоне и других. Там же в парке Захарова на поляне сказок азартных игроков приглашают сразиться в эрудиции. В 12.00 здесь пройдет час настольных игр. Шахматы и детское домино, пазлы и кубики. Это интересное общение и отличная возможность развивать мышление и коммуникативные навыки. А в 18.30 на площади у Дома молодежи в Горках десятых состоится праздник Двора. В программе конкурсы, игры и спортивные эстафеты для всех. И к мировым новостям. В Китае стало популярным блюдо с жареными камнями. В социальных сетях завирусились ролики, где повара и обычные люди действительно жарят на сковороде камни. Известно, что порция стоит 16 юаней. Это около 200 рублей. История необычного блюда берет начало в китайской провинции Хубей. Сотни лет назад лодочники, оставшиеся без еды во время путешествия по реке Янсы, готовили речную гальку с овощами и специями. Что еще интересного произошло или произойдет в мире, узнаем прямо сейчас. Кота взяли на работу в аэропорт. Дюк Эрлингтон Моррис, 14-летний черно-белый кот, стал первым представителем семейства кошачьих, присоединившимся к команде животных терапевтов Международного аэропорта Сан-Франциско. После того, как кот получил свой сертификат, он начал работу животным терапевтом. Уже 10 лет он посещает пациентов в больницах по всему городу, чтобы утешить их в трудные времена. Теперь он также будет помогать посетителям аэропорта снимать стресс, связанный с путешествиями. Среди его коллег есть несколько собак, а также кролик по кличке Алекс Великий и свинья Лилу. Каждый из них сертифицирован как терапевтическое исследование ученые из Королевского ботанического сада Кью описали единственного известного члена семейства пальмовых, который цветет и плодоносит почти полностью под землей. До сих пор растение оставалось незамеченным учеными, которые на сегодняшний день описали около 300 различных видов пальм. При этом плодоношение и цветение полностью под землей является чрезвычайно редким явлением и, насколько известно, оно когда-либо наблюдалось только у небольшого рода орхидей. Жительница Флориды собиралась искупаться в своем бассейне, но ее планы были нарушены бесцеремонным вторжением. Она обнаружила огромную рептилию весом около 180 килограммов, которая плавала в воде и пыталась вылезти на сушу. Женщина вызвала спасателей, которые приехали и вытащили аллигатора из бассейна. Оказалось, что он пробрался через открытый забор и решил освежиться в жаркий день. Спасатели отвезли аллигатора в безопасное место, а женщина пообещала закрыть забор на замок. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем в 16-18 градусов, тепла ночью около плюс 14. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Ну а мы прощаемся с вами. Желаем вам всего хорошего и отличного дня. С вами были Полина Бахова и Наталья Гончарова. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова